Привет! Сегодня мы поговорим о разных типах спусковых устройств, какие они бывают, для чего созданы, какие у них есть плюсы и минусы. Исторически можно выделить три разные группы большие спусковых устройств. Это спусковые устройства на основе восьмерок, спусковые устройства на основе старой конструкции шайбы штихта и разного рода полуавтоматические спусковые устройства. Давайте по очереди как раз рассмотрим, какие они бывают и для чего созданы. Самый старинный, самый простой тип спускового и страховочного устройства это обычная металлическая восьмерка, с которой можно и нужно работать таким способом. Веревка продевается через кольцо восьмерки, надевается на вот такую вот шейку этой восьмерки и после этого щелкивается в карабин. После этого в страховочном устройстве оказывается достаточное трение как для спуска, так и для страховки лидера. То есть таким образом мы можем работать с очень широким диапазоном диаметров веревки, интуитивно просто запомнить каким образом щелкивается веревка туда и достаточно технически просто с ними работать. К сожалению у такого рода спусковых устройств есть ряд минусов, связанных с тем, что эти спусковые устройства сильнее портят веревку. Веревка начинает очень сильно крутиться после нескольких спусков, после нескольких сеансов страховки и соответственно портится и изнашиваться. Особенно неудобно работать с таким спусковым устройством, если мы работаем в больших горах и на многоверевочном маршруте веревки также к концу восхождения становятся очень сильно перекрученными и достаточно сильно путаются. Но исторически это самый простой и часто встречающийся способ страховки. Какие варианты конструкции восьмерки мы также можем увидеть. Это вариант разных российских производителей, это вариант восьмерки с дополнительными рогами. Благодаря этим рогам на них можно накрутить веревку для дополнительного трения и даже полностью остановиться и отпустить руки. Большим серьезным недостатком такого рода страховочных устройств является то, что они не сертифицированы для страховки лидера и могут использоваться только для спуска. Используются они таким вот образом. Мы продеваем петлю веревки в большое кольцо восьмерки, щелкиваем в карабин, замуфтовываем и таким образом обеспечиваем некоторые усилия торможения. Но этого усилия не хватает для того, чтобы эффективно поймать глубокий срыв, поэтому такого рода устройства можно использовать исключительно для спуска. И еще раз повторюсь, использовать их нужно достаточно аккуратно, потому что они не подлежат, не проходят ни одну норму европейской или российской сертификации и, по сути дела, мы их используем на свой страх-виск. Чем-то похожее на устройство восьмерка с рогами, это устройство для спуска в таком виде спорта, как каньонинг, вот такой замысловатой формы, по сути делал тоже восьмерка. Отличается от классической восьмерки она тем, что она рассчитана на специальный карабин и, вот вы видите, она очень жестко сидит на карабине и не дает возможности как-то ходить вокруг тела карабина, что дает дополнительную безопасность и надежность. И, опять же, еще раз повторюсь, для спуска достаточно эффективное устройство, которое часто используется в каньонинге. К сожалению, это устройство также для страховки лидера использовать нельзя, то есть этого плана вещи могут служить только в качестве спусковых устройств. Следующий широкий и популярный тип спусковых устройств сделаны на основе так называемый шайбы штихта, то есть это устройство с одной или двумя прорезями, в которые мы можем продевать веревку вот таким образом и с помощью карабина фиксировать его на страховочной системе. Благодаря прорезям и изгибу веревки в одной плоскости мы обеспечиваем достаточно заметную степень торможения, то есть с помощью этих устройств можно очень эффективно и осуществлять страховку нижнюю и верхнюю и также спускаться по веревке. При этом это устройство может работать как на одинарной, так и на двойной веревке. То есть если у нас возникает необходимость работать в горах с двойной веревкой, мы также можем достаточно просто использовать такого рода устройства. Дальнейшим развитием идеи шайбы штихта является так называемая пластина гида. К шайбе штихта добавляются еще дополнительные одно или два отверстия, которые позволяют эффективно не только страховать лидера, но и очень надежно страховать второго при альпинистском восхождении. Каким образом это происходит? В одно из отверстий мы продеваем карабин, фиксируя его таким образом на станции. После этого веревка прощелкивается в одну из прорезей и фиксируется вторым муфтованным карабином. И при таком щелкивании веревки в страховочное устройство, в одну сторону веревка достаточно эффективно идет и выбирается, в то же время при срыве второго человека веревка блокируется в нашем страховочном устройстве. То есть таким образом устройство является автоблокирующим и мы можем быстро, удобно и эффективно страховать одного или даже двух людей. Если аналогичным образом мы щелкиваем в две параллельные прорези две веревки, мы можем одновременно страховать двух наших партнеров. То есть возможность использования пластины гида в режиме автоблокировки очень широко раскрывает нам новые возможности в альпинистской технике и поэтому сейчас эти устройства являются наверное одними из самых распространенных. Чаще всего они будут выглядеть вот таким вот образом. Дополнительное отверстие может быть как в плоскости самой шайбы штихта, так и перпендикулярно этой плоскости. Принципиальной роли это не играет, то есть страховочное устройство будет висеть либо в таком виде на станции, либо в таком виде. Это вопрос вкуса и каждый выбирает то устройство, которое вам более удобно. Такого рода страховочные устройства будут эффективно работать на довольно широком диапазоне диаметров веревки, но нужно помнить, что все-таки современные спусковые и страховочные устройства рассчитаны на относительно тонкие веревки. То есть работать с этими устройствами, например, на веревке диаметром 11 миллиметров, вам будет достаточно тяжело. Поэтому об этом необходимо помнить и, соответственно, выбирать устройство под данную конкретную задачу. И самыми современными, но в то же время технически сложными устройствами являются автоблокирующие устройства. Это устройство более сложной конструкции, чаще всего состоящее из рамы и вот такого подвижного кулачка, которые также присоединяются к страховочной системе с помощью карабина. После этого в них заправляется веревка, блокируется отверстием в корпусе и таким образом мы можем осуществлять достаточно эффективно как верхнюю, так и нижнюю страховку. При резком рывке, благодаря подвижному кулачку, веревка довольно эффективно зажимается в страховочном устройстве и на удерживающую руку не приходится практически никакой нагрузки. Вся эта нагрузка остается в страховочном устройстве. Очень важным моментом является то, что при работе с этими полуавтоматическими устройствами ни в коем случае нельзя отпускать свободный конец веревки, то есть полностью отпустить вторую руку я, разумеется, не могу, потому что это устройство не обеспечивает полной безопасности в момент срыва и возможны варианты, когда веревка начнет протравливаться через пусковое устройство. Поэтому при работе с ней я всегда должен контролировать нисходящий конец веревки, так же как и при работе с шайбой-штихтой или восьмеркой. Такого рода устройство производится большим количеством производителей, как Пецелем, Кэмпом, так и практически всеми ведущими производителями альпинистского снаряжения и последнее время получили довольно широкое распространение. Хотя необходимо помнить, что из-за большей технической сложности и относительно большого веса эти устройства более предназначены для работы, например, на спортивных скалолазных маршрутах, на теплых чистых скалах, нежели использованию в больших горах и в серьезном альпинизме. На данный момент самым распространенным и самым удобным и дешевым устройством являются разные варианты шайбы-штихта. Немножко уходят сейчас на второй план разные устройства, аналогичные старым восьмеркам. И для спортивного скалолазания и для промышленного альпинизма полуавтоматические устройства также достаточно широко распространены. Промежуточным вариантом между классическими шайбами-штихта и полуавтоматическими страховочными устройствами бывают еще дополнительный класс устройств, которые выпускают несколько брендов, такие как Black Diamond, Edelrit. Из наиболее известных устройств это Edelrit'овский Megajoule, который является полуавтоматическим, хотя и работает на принципе в шайбе-штихте. Подводя некоторый итог, хотелось бы немножко еще раз повторить важность выбора пары, веревка, спусковое устройство. То есть под наши цели и под наши спусковые устройства должна подбираться веревка соответствующего диаметра и качества. Это очень важно. Потому что на толстых, старых, обледенелых иногда веревках такие устройства, как Grigri, как любые полуавтоматические устройства не всегда будут работать корректно и эффективно. Аналогично не на все диаметры веревки хорошо будут работать разные варианты шайбы-штихта. И, например, на старых толстых веревках лучше всего будут работать классические старинные восьмерки. То есть наше снаряжение должно подходить друг другу. Это очень важно и на это нужно обращать очень большое внимание практически всегда. Страхуйте друг друга безопасно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова